Всем привет на канале Мастер ССС, на связи с вами Серега. Спасибо, что ставите лайки моим видео, смотрите их, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такую штуку. Смотрите, я мотаю страницу вниз, появляются цифры, и они начинают увеличиваться. Эта штука очень часто применяется на лендингах, и поэтому она должна быть в нашем вооружении. И чтобы начать занятие, вам необходимо скачать архивчик там каунт, который находится прямо в описании под этим видео. Все. Распаковываете, получаете папочку, в которой у нас уже есть базовый проект сайта. И здесь, смотрите, вот этот проектик, пожалуйста, откройте в редакторе, и откройте в нем три файлика, которые нам понадобятся. Индекс.html, сама страница, файл стилей и сам скрипт. Ну, здесь, если честно, это только часть скрипта, которую я нашел в интернете, остальное мы будем дорабатывать, потому что я не знаю, как это правильно называется, вот эта полоска с цифрами, поэтому это все, что я нашел. А дальше я уже сам дорабатывал. Итак, поехали. Первым делом, как подключить скрипт. Сначала нам необходимо указать идентификатор, в котором будут содержаться все блоки, в которых накручиваются цифры. У меня этот идентификатор называется каунтер, вот он, видим, да, div counter. И здесь, поэтому у меня написано в скрипте div counter. Дальше нам необходимы будут обычные div, у которых будет атрибут стоять data.nam. Поэтому сейчас давайте мы вот всем, всем div, у которых у нас написаны циферки, где они должны увеличиваться, мы пропишем этот самый атрибут. Итак, получается у нас здесь идет в примере пять div, и каждому из этих div мы прописываем атрибут data.nam. Так, data.nam равняется, и в двойных кавычках указываем число, к которому они должны стремиться. То есть 10, 319, 5, 400 и 27. А вот здесь, в самих div нам необходимо везде указать нолики, потому что у нас отсчет идет с нуля, то есть будет увеличиваться с нуля и до значения в атрибуте data.nam. Так, отлично, с этим разобрались, теперь давайте здесь, видим где у нас в конце подключен jQuery, давайте мы сделаем дубликат строчки, и здесь уже во второй строке мы подключим сам скрипт, который называется нам count. Так, JS, сохранимся, отлично, в принципе уже все должно работать, давайте мы обновим страницу, так вот эту вот, обновимся, и видим, цифры уже начинают работать. Однако здесь есть проблема в том, что они работают сразу, а не ждут, когда мы перемотаем страницу вверх. Поэтому сейчас нам необходимо будет настраивать скрипт, и смотрите, друзья, я не буду в этом занятии объяснять, как он работает, потому что это не про то, но если вы хотите узнать подробно, как вот работает этот скрипт, то тогда оставляйте комментарий, я запишу дополнение к этому видео, в котором будет только объяснение, как этот скрипт работает. Ладно, поехали дальше. Первым делом нам необходимо все это дело привязать к скроллу, поэтому здесь, вверху самом, давайте мы напишем следующую строчку. Так, знак доллара, пишем в скобочках window, пишите все символ в символ, затем указываем через точку, так, точка скролл, вот он, и здесь уже задаем новую функцию, функцион, так, ставим скобочки и ставим здесь угловые, точнее фигурные кавычки. Итак, вот это все должно находиться, весь этот код должен находиться внутри вот этого window скролл, отлично. Так, здесь точку с запятой поставим, все это переместим, давайте вот так вот. Сейчас нам необходимо высчитать позиции у нашего ID counter, div с ID counter и у нашего верха окна. Поэтому здесь давайте мы пропишем следующие переменные, зададим. Первое cpos, то есть позиция вот этого самого каунтера, и ей зададим следующее значение. Знак доллара, пишем здесь this, отлично. Дальше точка offset, скобочки и точка топ, запятая, и теперь следующее переменное топ window, пишем равняется, и здесь ставим опять знак доллара, скобочков window, точка стролл топ, скобочки и точку запятой. Все, вот это мы высчитали, и теперь нам необходимо задать условие, чтобы вот этот код начинал исполняться только в том случае, если переменная cpos будет меньше, чем топ window, поэтому здесь давайте мы заведем if, условие если, если cpos будет меньше, чем наша переменная топ window, то тогда у нас будет исполняться этот здесь код. Давайте мы здесь скобочку откроем фигурную, а закроем ее там, где кончается вся эта функция, вот здесь вот давайте мы ее закроем. Так, и сразу, чтобы было более наглядно, давайте мы вот этот код переместим. Что ж, теперь в принципе у нас уже должно работать, давайте мы сохранимся. Так, обновим страничку, видим идут нули, теперь смотрите, я мотаю вверх, доходит до самого верха и начинает считать. Теперь нам надо это условие немножко отодвинуть, чтобы начало считаться, когда будет примерно 200 пикселей до вверх, поэтому здесь мы просто давайте добавим плюс 200, то есть 200 пикселей. Обновляемся и смотрите, сейчас что будет, бах, и у нас уже начинает срабатывать раньше. Смотрите, еще какая ошибка, я ее не сразу заметил, но видите, я мотаю вверх-вниз и оно начинает срабатывать заново и заново, то есть каждый раз, когда касается потолка в 200 пикселей, оно начинает срабатывать. А нам надо, чтобы оно работало только один раз, поэтому мы делаем следующее. Я долго думал, как все это реализовать, поэтому я решил сделать простую проверку. Давайте мы вот здесь вверху зададим еще одну переменную, которую я назвал cc, cc, да, и зададим ей в значение 1. И теперь смотрите, мы делаем следующее. Вот здесь, когда у нас очистка интервала задается, давайте вот перед ней, мы зададим cc, ровняется cc плюс 2. Сейчас вы поймете, почему именно так. Так, точку с запятой, и дальше мы ставим еще одно условие, вот здесь, и мы пишем, если наша переменная cc меньше 2, а помним, изначально она единица, и она по-любому меньше 2, то есть первый раз всегда выполняться будет, то тогда выполняется вот этот весь код. Так, щелкаем, получается закрывающую кавычку отсюда удаляем и добавляем ее уже вот здесь. Так, и вот это опять сдвигаем, чтобы было более наглядно. Так, теперь сохраняемся, обновляемся и смотрим. Я мотаю вверх, и бах, у меня уже начало все срабатывать. Но смотрите, если я буду мотать дальше, уже цифры будут не двигаться больше. Ну и последнее, что нам осталось сделать, это сделать цифры невидимыми, и чтобы они появлялись, когда начинается вот этот весь отсчет. Как я это сделал? Мы идем в стиле, и изначально задаем нам бы, например, свойства opacity 0, то есть прозрачность 0, то есть они будут просто-напросто не видны. Давайте мы обновимся и видим, чисел нет, да? И теперь мы задаем еще один класс, обязательно ниже, чем наш класс нам бы. Давайте мы, например, зададим виз класс, и здесь мы пропишем следующее. Opacity 1, точка запятой, сохраняемся, и идем сейчас в NumCount.js, и сейчас нам надо сделать, чтобы вот этот класс виз добавлялся к нашему классу нам бы, и автоматически наши цифры станут видны. Поэтому здесь, где у нас идет выполнение кода, когда доходит до потолка в 200 пикселей сверху, и сюда прописываем следующее. Для блока div с классом нам бы, давайте мы напишем следующий код, вот так вот, мы добавляем, пишем add class, и здесь пишем виз. То есть мы для блоков с классом нам бы добавляем просто класс виз. И давайте мы его разместим не здесь, а там, где выполняются условия xc-2. Ну что ж, видим, как будет работать, давайте проверим. Сохранимся, обновимся, и смотрите, щелк, и цифры появились. Осталось нам добавить только то, чтобы они появлялись в лапах. А для этого нам понадобится всего одно свойство, которое называется transition. Transition. И напишем, например, 1s. Сохранимся, обновимся, и видим, плавно появляется. Щелкаем, и бах, появились плавно. Итак, друзья, на этом, в принципе, все. Если вам урок понравился, ставьте, пожалуйста, лайки. И сразу говорю, что следующее видео выйдет ровно через недельку, то есть в следующий четверг. В нем я уже буду рассказывать, как сделать вот такую штуку. Смотрите, бах, бах. То есть ворочается, да, все за счет HTML стилей, без использования скриптов. Правда, единственный минус, что пока еще интернет-эксплорер, он не поддерживает толком свойства 3D-трансформ. Поэтому в IE работать штука не будет. Но для практики, согласитесь, не помешать. Тем более в будущем это нам понадобится. Ну и еще один момент, если это видео до понедельника наберет более 100 лайков, тогда я вот видео, как сделать вот такую штуку, выложу в понедельник, а не в четверг. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. На связи с вами был Серега. Ставьте лайк и до скорых встреч.